здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем свой проект проект в разговор с интересными людьми еще раз хотелось бы повторить то что мы данный проект максимум запустили для того чтобы в первую очередь в целях развития гражданского общества чтобы люди говорили о своих правах чтобы люди защищали свои права и мы стараемся приглашать к нам на эфир интересных людей которые уже что что-то да как-то добились сегодня у нас гостях тоже очень интересный человек это макс генов изучайте менед менеджер контермит улан золтнер менеджер ты всегда ты начинаешь свои эфиры ну да что-то в этом роде такими словами ну а то давай сразу перейдем к немножко смешно таком вопроса почему ты занимаешь такую позицию почему ты занимаешь активную гражданскую позицию почему-то ходишь на митинге почему-то выведешь трансляции почему-то использую свой ресурс на youtube канал за онлайн для поддержки новости во первых во первых я считаю что это правильно и во первых считаю что это верно плюс мне не позволяет сидеть может быть это как-то высоко звучит там я не знаю мне дома не позволяет сидеть совесть я не хочу чтобы спустя какое-то время ко мне подошел сын и сказала по а почему мы там допустим я не говорю что может быть такое да но если мы там мы продолжим спать то он прочим ко мне подойдет сын и скажет по а почему у нас раньше была республика там на допустим калмыкия а сегодня это но не знаю как там астраханская губерния как было раньше я не смогу найти ему ответ я не смогу сказать что вообще ничего не могу сказать в этой ситуации я скажу что вот была такая такая ситуация вот была там политика страны было такое да мы пытались как-то там отстоять там свои интересы нас было очень много ты что-то делал да у нас не получилось да и мне не стыдно будет с ним разговаривать и завтра когда я от него буду требовать когда я от него буду требовать там правды когда я от него будут требовать там каких-то там поступков интересные до поступка поступков достойных поступках я буду иметь полное право да с него спрашивать потому что он в любой момент скажет да ты блин сам не такой ты чем не тут начинаешь писать потому что я считаю что как бы ты не воспитывал там своего ребенка там до бил там да там что-то ему там что-то рассказывал все такое если даже если да если ты куришь у тебя сын курит если ты пьешь у тебя сын пьет ты бьешь жену и твой сын будет бить жену это пример это пример то есть нужно быть пример но хорошо хорошо а вот я знаю что ты вот на протяжении придуманная компания манма на циклов куда вы делали классе выдвигался и когда убивался на нам сыр манджи я работал дату тоже там я знаю что ты сам пришел как мацаков ты пришел сам к манджиеву ну здесь не почему ну во во-первых я как бы не сопоставлял конечно всегда своим свой свой ресурс как противовес современным там на телеканалом рио калмыкия там до хамдана и прочего да про правительство хотя например журналистика должна быть как пятая колонна совершенно там свободно своих мыслях своих идеях я всегда считал что должна быть справедливость какая-то если говорят одни то почему бы не высказать другим вот такая вот история и вот когда ну еще плюс я сотрудничал например как вообще я пришел к к владимиру мацакову когда он когда он гонят как они открыли общественное движение нашей калмыкии и на тот момент мой канал назывался наша калмыкия тоже да вот я его назвал наши калмыкии просто там показал да с быть жизнь там культура ну как обычно снимал свадьбы я в основном на свадьбах ориентировался и вот раз появился наша калмыкия и ну естественно та жизнь которую в которой я жил ну было недалеко от то я который грубо говоря мечтал да и зная владимир мацахова я думал ну возможно появился человек который знал ну да потому что говорю я сотрудничал салон он помогал потом я слышал от опять же тех же артистов артистов да вот как многие с кем я знаком что он помогал именно так вот как в качестве там выступал мецената там того же мигиан семёнов до отправил на олимпиаду да то есть у никто никто долл да не когда он участвовал никто его не поддержала вот медиан земля но поддержал помог отправить его на олимпиаду мацахов ну как бы я слышал старую стороне ну вот опять же пришел с человеком а я вообще людей оцениваю дурацкая привычка но оцениваю больше эмоционально мне нужно с человеком познакомиться поговорить немного и бывает такое не лег он лучше и не общаться понимаешь скорее всего мне так кажется ну что-то будет очень не очень хорошие и поэтому я например пришел к владимир мацакову и говорю вот так как у нас на площадке принципе схожие я не просил денег не в первом случае не во втором случае там многие говорят об денег больше нет просто мне хотелось хотелось говорить добиться справедливости плюс владимир мацаков имел компания бетон инвест я знал что у него на работе не он не принимал на работу людей из ближнего зарубежья то есть мы уже местные жители дешевую дешевую рабочую силу он не использовал у себя то есть у него было почти там бы более тысячи человек это все наши ребята с некоторыми я был знаком но там сантехники которые там прочее прочее после того как он должен обанкротился все эти ребята большой группой хлынули в москву работать вахтой там по две недели по месяцу то есть но отсюда какие дамы вытекают последствия но начисло уже жилье это очень плодород да пусть мы не ну пусть даже мы покупали на свои деньги но он строил то есть нет ни одного предпринимателя грубо говоря который построил целый микрорайон целый микрорайон то есть да заказа многие годы с времен городовиков не строился целый микрорайон одним человеком полностью с коммуникациями там да совсем-совсем вытекаешь сегодня он один из самых красивейших мгн согласитесь вот например вечером выйдешь практически ни на одном экране нет людей придешь на 9 там этот парк ходит там везде ходят вокруг школы лазят дети играют смех коляски да все это очень прикольно но тоже развитие не знаю вот как то так и после разговора с ним я понял что человек действительно хочет сделать что-то интересное и мне захотелось его поддержать вот таких людей хочется поддерживать вот и чем я располагаю я располагаю небольшим небольшим там до масс-медиа канала который мог бы транслировать какие-то вещи они меня ко мне обращались когда у меня есть возможность я всегда приходил помогал даже участвовал вот как раз вот в пятый созыв городское собрание от как раз меня попросили я придумала почему попробовать не ну там по определенным обстоятельствам сегодня все это правда перекрутили называть немножко по-другому по определенным с этим день прошел даже не попал нас в этот список меня вычеркнули не взяли ну и слава богу я считаю что потому что теперь уже спустя большое количество времени я понимаю пап если бы я попал бы в эту структуру я ну я не уверен что я бы например остался быть честен не знаю там может быть может быть она бы меня перемолола бывает же говорят же система съедает это вот как там может быть я бы стал бы очень таким я думаю ты ушел бы просто ну вот как-то так ну ты не получилось не получилось все а за это участие за небольшие там этот начались давление на мой бизнес кинотеатр потом даже после после развода вот я вроде развелся кинотеатр остался у бывшей супруги а то есть после выбора у тебя да конечно вот тоже были давление конечно конечно они течение целого года знакомые друзья даже говорили что оконных ашкеев начинает утро и он начинает со списка со списка объектов которые нужно кошмаре то есть да у кого там что-то нужно они кошмар это пытается отжать вот я уже был на тот момент разведенный и в течение года супругами так сухо общался и она потом спустя какое-то время не рассказывал вот это все из-за тебя меня почти на этом на протяжении целого года там колбасили в четыре сутки четыре суда она выиграла там короче ну сильно и и напрягали потому что я не знаю когда объявили бату сергеевича вообще если честно вот как вот я же говорю на эмоциональном фоне если брать эмоциональном не бату никогда не нравился то есть я его не поддерживал не как спортсмена я его не поддерживал ну никак ну мне он не нравится мне казалось что он обманщик вот бывает такой вот внутренне ну не нравится и все может быть он там все классный был но мне не нравилось принимать по ним я его вообще никак не воспринимал и когда вдруг там гэнд кэнд резко его назначают его главы я подумал это как-то странно плюс у меня начало все там складываться все вместе между собой там какой какие на ку какая информация восемнадцатом году вместе с океат делал фильм к 75-летию депортации ковыского народа мы вместе записывали этот фильм в общем ездили по всем районам и как-то вот я вот среди разговора я услышал что проходил такой небольшое тестирование тестовый опрос жителей республики которые входили некоторые люди определенные люди да по рейтингу при этом не рейтинг доверия не попали леса вот именно рейтинг доверия нужно было узнать рейтинг вот бату сергеевич сюда входил и вот он занял второе место а первым стал у нас тем дим шара вот у нас люди очень сильно доверять диме шараева получается я кто-то тогда не придал никакого значения думал ну какие-то странные у них опросы для чего почему все такое а когда стал его главы бату сергеевич мне стало как-то странно значит видимо они тогда еще узнали там проверили вот сегодня поставим человека и общим не просто так идам не просто тогда ещё плюс я всегда стал всегда считал что человек должен заниматься своим делом если ты грубо говоря вот снимаешь снимай если ты врач занимаюсь этими делами это довольно прощая если ты занимаешься политика всю жизнь профессионалов этом деле пожалуйста займася политикой именно такой чистая политика когда огне говорят, типа, политика, в экономике все время говорит, что ты туда лезешь, политика это грязное дело, я говорю, политику делают грязные, грязные люди, то есть если бы, вот сравните, да, там, не люблю сравнение, но все-таки сравните, если с той же там, да, Европой, там, Малайзией, да, то есть там, да, китайцами, которые просто там, грубо говоря, там, тысячу человек застрелили в некоторый определенный момент, там, тысячу этих чиновников убили, и сегодня у них там, да, в месяц строится три аэропорта, километры, там, тысячи километров дорог, за 10 дней, сколько там, они, 8 больниц построили, да, это, ну, это, это просто безумие, то есть, да, ну, а у нас крестный ход, ну, вот как-то так, а зато у нас, говорят, строят три церкви в день, да, нет, я ничего не говорю, может быть, может быть, это и правильно, но не знаю, не знаю, короче, и вот, когда Бату Сергеевича назначили, я подумал, блин, а кто же ему будет соперником, то есть, да, ну, вот реально, кто соперник будет, потому что, я так понимаю, я так понимал, потому что еще пять лет тому назад я понимал, что Кирсан, Орлов, это продолжение Кирсана, и любой, кто придет после Орлова, это будет продолжение всей этой политики, которая велась уже на протяжении, там, да, почти 30 лет, я понимал, что нужно, ну, как-то, не знаю, как-то менять, как-то мешать, и что я мог сделать, только предоставить свою площадку в качестве, грубо говоря, там, рупора, говорить, и то, только то, что я посчитаю нужным, то, что, например, завтра никто мне, там, не тыкнет пальцем, не скажет, а вот это, да, ну, грубо говоря, цензуру, да, моей морали, вот как-то так, и потом никто не появился на горизонте после его, и тут раз, ну, опять же, думаю, тогда я еще знал, я участвовал в выборах, да, тогда были, спойлеры, помните, да, Хонгар-Марилов, тот же самый Вышкворог, да, все те же самые были люди, я понимал, что они уже, там, многие года, там, ничего не занимает, так просто, так, для формы появляется, я думал, что любой другой человек, который появится со стороны, он будет преследовать, наверное, интересы народа, либо хотя бы что-то другое, то есть, у нас все устоялось, настолько все устаканилось, даже любое другое движение могло привести нас, там, да, в другую сторону, и вот узнал, как нам сыр, ну, что за человек нам сыр, позвонил знакомым, да, каким-то, узнал, там, что это за человек, что он себе представляет, ну, мне говорят, ну, хочешь встречаться, я говорю, ну, черт его знает, взял, написал, нашел, зашел на сайт, написал им на почту, говорю, так и так, вот я, такой-то, такой-то, у меня есть площадка, да, я бы хотел с вами поговорить, встретиться, и если мне понравится, я бы предоставил вам свою площадку, ну, может быть, это звучит как-то там высокомерно, но просто мне хотелось, опять же, я же говорю, нужна была личная встреча, потому что все-таки я с нам сыра вообще никогда не видел, не знал, кто он такой, черт его знает, и хотелось встретиться и понять, опять же, эмоционально понять, человек, стоит вообще с ним идти рядом, да, стоит ли марать себя присутствием, да, с ним, вот, например, если бы ко мне подошел, там, тот же самый Бату Сергеевич, я бы ему отказал бы, да, если бы там ко мне подошли другие бы люди, там, тот же самый Вашклорок, я бы ему тоже отказал, потому что выборы, там, какие-то материальные, там, благо, они ежеминутны, а мне здесь жить, я никуда не собираюсь, я хочу здесь детей воспитывать, я хочу здесь поднимать своих внуков, ну, вот, как-то так, и поэтому после встречи с, это вот даже было в перерыве между свадьбой, я заскочил к нему на работу, мы буквально там с глазу на глаз, это в течение часа, я прям так и спрашивал, пришел и говорю, вот нам, Сергей Викторович, вот, кто вы такой? Конечно, грубо так подходить, но расскажите мне о себе, и вот он мне начал говорить, вот там, кто-то, кто-то, я занимаюсь, я говорю, ладно, говорю, теперь расскажите, если вдруг все получится, что вы будете делать? И он говорит, вот, так, 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 на самом деле у нас вот это, вот это, вот это, вот это не пройдет, что нужно делать? Нужна оптимизация, из того, что у нас есть, нужно сделать вот так, вот так, как нужно делать вот так вот так вот так и все объяснять интересно если действительно он сможет дойти почему это имеет место быть почему бы не поддержать я его поддерживал опять же в силу своих возможностей я ничего там да сверх естественного не делал я там не кричал везде нам сыр наш там герой прочего я ничего не делал я просто давал ему возможность высказаться на моей площадке и все при этом не получая никакие материальные там блага от него и взамен я ему тоже ничего не давал все и так же я обращался ко всем но правда не только не манджикова там да не всякие вы шкварки и там да никто не пришел на мою площадку ну и не поговорил с народного города бесплатно бесплатно да я писал все я предлагал я я вообще всегда предлагаю вот например сейчас вот сегодняшний на после митингом после ситуации с дмитрием трапезников я также всем предлагаю если вы поддерживаете его ну там до дмитрия трапезникова все такое придите расскажите свою точку зрения вас никто там плевать не будет откидать не будет бить его за это никто не будет вы имеете право до любая точка зрения имеет право на существование почему нет вот вы считаете что это правда расскажите почему это то почему он должен быть до быть у нас власти почему мы должны там то есть какие-то определенные факты доводы в конце концов да может быть у вас получится меня переубедить вдруг конце концов я там стану дороже на право может быть они просто чтобы согласен полностью понятно здесь понятно макс а вот такой вот вопрос ты со мной неоднократно ходил депутатом вот коротко впечатление свое про этих депутатов но я же говорю слава богу что я в пятом созыве не было я понимаю но я понимаю что это это люди без собственной воли а для меня например свобода ну это наверное самое самое высокое благо то есть когда меня за начинают зажимать я себя чувствую не уютно и когда-то мне кто-то что-то сделал я просто ну вот например даже если человек этот прав но он лишает меня определенных свободных для действий я буду просто перед против него ну потому что ну ты меня лишая свободы ты не даешь мне самому думать не даешь мне самому решить что мне делать как прав я например опять же тоже так думаю что вы сами думаете сами решайте и в конце концов вы сами придете потому что как переубедив человека ну вот например на мою сторону его перетяну никто не дает гарантии что через какое-то время другой человек не подойдет его опять к себе не передали понимаешь а если ты человек сам к этому пришел сам себя доказал сам себе какие-то сам понял да сам понял что-то чего-то да мало кто тебя сможет переубедить я думаю тем более нас калмыков мы же упёртые люди а вот как ты думаешь должны быть депутаты так таким такими каких мы показали ну естественно было очень смешно я когда заходил ну вы наверно слышали надо мной все смеялись там ты весь такой весь весь кричишь там весь там хер поймешь на какой-то там извините за выражение какой-то ну просто я я эмоциональный человек из-за этого меня просто глючил я не понимал ну как так ну это что такое я не знаю кто ты на нафиг ты так сделаешь ты о чем вообще идет речь она не сбивала с толку я стоял и думала а смысл тогда ты вообще твоего существа при при что во первых ты здесь даже денег не платит за что то ты мне скажешь за что ты вот тянешь да если даже тебе денег не по за идею какая идея спрашиваем какая идея мяблят ничего не говорят ну нет идеи по сути черный свой выбор 8 сентября да мы сделали свой выбор 8 сентября но опять же черт его знает и больше всего пугало то что все говорили один одинаково ну так же тоже не может быть с тобой согласен вот еще вот такой вот вопрос макс ты вообще сам затронул ты очень эмоционально люди которые смотрят тут буквально вчера сама человек разговаривал люди которые смотрят твои эфиры особенно с митингов особенно когда вот и общественно значимое мероприятие особенно митинге ты там начинаешь очень эмоционально говорить на мой взгляд это отталкивает не некоторых людей как ты это покомментируешь ну я не знаю но к сожалению к сожалению может быть к счастью но я наверно там ну еще у меня манера так развивать я повышают он иногда бывает разговариваю ну я всегда вот ну у меня то снизу то вверх то тянет там я сам по себе голос грубый какой-то такой же тяжелый когда начинаю говорить люди очень часто я считаю что я на них еду хотя я просто ну просто я так раз я вот так разговариваю и возможно из-за этого мне не совсем большой круг общения потому что не все воспринимают но не многие меня не воспринимает и и бывают конфликты именно на этом фоне я вроде как разговариваю я хочу просто объяснить они начинают люди воспринимают то что я как будто еду это отсюда получается конфликт из-за того что опять я сам эмоциональный мне в ответ отвечают грубо я начинаю грубо тоже отвечать а когда я начинаю грубо отвечать вообще еще хуже получается понимаешь вот когда такая я не знаю ну простите я я извиняюсь если честно кого-то если кого-то там может быть там краем краем задел оскорбил там многие какие-то мои выражения оскорбил но я всегда говорю я говорю за себя и и сам говорю ответить могу за все там да что что сказал за слова если я не прав я всегда извиняюсь если я считаю в итоге я понял что не прав а если я прав ну а что заправда заправду так что дорогие друзья если вам покажется что макс кричит и злится он на самом деле не злится просто он так выражается но я уже привык я подчеркиваю это хочу вам объяснить снуть и тем тем более он извинился вот тысяча своем одним в одном из ответов на мой вопрос ты сказал то что кто-то придет после орлов будет продолжение орлов почему-то пришел уже может не потому что ты же не ты это сказал в том контексте что ты еще не не знал тубы нет и не знал чтобы то вы продали потому что орлов при всем при этом то есть мы же по же мы же все оцениваем по времени вот кирсан сам пришел он нам всем сказал вот мы я все самый крутой будет все будет классно но все ему поверили мы всем очень долго верили а потом в конце мы поняли кирсану ты нас обманываешь и когда много людей начал говорить о том что кирсан наш обманывает в итоге мы там что-то пытался исправить и 1 1 резко пришел орлов и все говорили орлов кинул кирсана орлов молодец орлов тому сейчас он нам все устроит и 9 лет нам он нам устраивал а что он нам устраивал все тоже самое что и дел кирсан ну то есть это ну это было же на глазах но спустя время. Это не надо было просто проанализировать это, и все это понималось тогда. Вот эти вот мультики, то, что они там между собой ругаются, что один хочет сделать по-другому, другой хочет по-третьему сделать. Ну, это все было мультики для нас. Ну, как мультики. Это все было ложь для нас, чтобы мы все такие фуф, Кирсан ушел, сейчас будет лучше. Помните, как мы все говорили, Бату пришел, когда все говорили, фуф, Урлов ушел, Орлов ушел, Бату пришел, сейчас будет лучше. И вот уже год у нас становится еще хуже, 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 хуже. Вы понимаете, ну, как бы, ну, это априори все было понятно. Опять же, я же участвовал, ты понимал, да? Да, я участвовал в четырнадцатом году в выборах, и как не пустили Мацакова, это же был беспредел. Какую-то фигню придумали, там, два человека там не запустили. А потом, когда пришел Бату, у меня еще были сомнения, да, я вроде как надеялся, понимал, что молодые пацаны, там, все дела, не могут тащить, там, ну, тем более, там, возможно, я так может быть, все-таки я не хотел быть правым. Я всем говорил, я всегда говорил, там, кто-то, когда со мной разговаривал, я говорю, Бату, ну, у него не получится, я так думаю. Но я не хочу быть правым. Лучше пусть все говорят, вот ты говорил, что Бату плохой, а он, видишь, какой хороший? Лучше было бы так. Лучше бы говорили, что, блин, вот, вот, ты там стоял, кричал, что Бату плохой, а он хороший же. Вот, смотрите, он сделал вот так вот, да, он вот здесь вот объединил ребят. Вот туда пошел, там, сделал эти вещи. Ты бы больше этому радовался, чем... Ну, естественно, это же лучше же, да, то есть... А сегодня, например... Ты был бы не прав, лучше бы мы были бы не правы, но... А жителям стал бы лучше жить, да? Ну, я так думаю, что... Я думаю, так все думают, те, кто сегодня в протестном движении. Ну, кое... Ну, кое... Ну, кое нету эгоизма, конечно. Ну, да, я думаю, что если бы все было хорошо, да пусть меня лучше там заклеймили там придурком каким-то там городским шумасшедшим, да? Но в итоге же, блин, все двигалось же. А сегодня... Сегодня я даже не могу злорадствовать, да, говорить. А, я же говорил там, да? А, я же там то говорил. Просто Бату пришел, начались посадки. Сразу стало страшно. Ну, подумаешь, такие громкие дела. За две недели не заводятся. А вот он пришел и сразу начались посадки. Ну, как? За две недели. Значит, дали добро. Кто дал добро? Вот пару там человек дали добро. Потом следующие, да, там, следующие там некоторые поступки, да, тоже показывали его плохую сторону. А потом выборы там с нам сыром. Такая же ситуация, ровно такая же ситуация, что пять лет была с Мацаковом назад. То есть я знал, что Мацаков был правильным человеком, да? Может быть, какие какие-то там у него там были. Мы все не без греха. Ну, а вот так вот правильным человеком его не пустили. Соответственно, эту систему не хочешь запускать, да? Тут раз приходит нам сыр, и вот по такой же схеме не пускает. Только в этот раз один человек не хватило. Там не хватило два человека в 14-м году. Тут одного человека не хватило. Депутата, конечно. Ну да, подписи не хватило. Одного человека не хватило. Ну, это было вообще смешно, на самом деле. И все, я думал, ну, ничего хорошего не будет. Потом, спустя какое-то время, я вообще занимаюсь, снимаю видео, ну, кайфую, короче. Делаю все, что мне по кайфу. Снимаю там халмыцкий клип, ну, то, что мне нравится, не знаю, может быть, людям тоже нравится. И вот пытаюсь вот все это показывать. И вот там ребята меня попросили, говорят, ну, зачем тебе лезть туда там. Плюс я еще работал в ДТТ. Он уже все на выборах победит. Что тебе это нужно? Зачем это нужно? Растормозись. Ничего, никого. Ну, я думаю, ну, своих ребятам, знакомых я подержу, не там больше ничего там говорить, высказываться, потому что я раньше там где-то в истории там что-то говорил, где-то еще что-нибудь там все такое. И все, я замолчал. Восьмого пошел на выборы. Поехал, вернее, на выборы. Проголосовал за Манджику, потому что считаю, что, ну, как бы, если бы мы вот тут бы, да, мы бы показали единство, если бы мы все это все осознавали, там, грубо говоря, все проголосовали за Манджику, а она бы там не стала бы. Ну, по-любому не стала. Или там стала бы, но ее бы там не сделали. Там как-то там что-то там сказали, нелегитимность выборов там, в итоге там что-то изменили бы. Мы бы все поняли, да, куда все это двигается. Ну, вот я пошел, прожил. Про, хотя я не считаю ее тем человеком, который может... Ты вынужден был это сделать. Я вынужден был это сделать. Потому что, ну, опять же, та же Манджикова уже на протяжении там, да, 5-10 лет просто там, ну, грубо говоря, это системная оппозиция, которая просто шумит, когда надо шумит, когда надо не шуметь, когда надо молчать, когда надо не молчать. То есть, преследуя свои определенные цели. Я его знаю, ты не хочешь быть политиком, ты не хочешь быть там управляемцем, ты не хочешь никакой в жизни политически участвовать, да? Вот, ну, ты как житель, да, активный, да, активист, наверное, обладая вот таким ресурсом, как твой канал, да, уже 8-й, по-моему, по-моему, по-тичку, вот ты ходишь на митинге, я даже знаю, что у тебя протокол, если тебя признали виновным, вот, объясни мне, вот, прокомментируй, почему, вот, как тебя это все затронуло, как тебе затронуло значение стопей, тропизненького, как тебе затрагивает то, что вот это выступление Штыгашева и то, что последствия, связанные со Штыгашевым, да, привлечение наших пожилых людей, уважаемых, и вот, ну, как жителя, да, уходит? Ну, я, как я говорю, же, то есть вопрос только, почему, да, ты, не политически активный человек, так сильно возмутился и несешь это в массы путем вот своей камеры, да, и потом своего телефона? Ну, вот, я же говорю, как я говорил, вот, ко мне ребята подошли, сначала они подошли и говорят, типа, что и товарищи, да, это, они говорят, ты просто, ну, вместе одно, одно дело делали, они говорят, ну, чуть помолчи, ну, зачем это тебе нужно? А то есть определенный интерес у него, что ты помолчал? Ну, не то, что помолчал, а, ну, типа, ну, мы, зачем это нужно? Они сейчас все начнут палки в колеса вбивать, ну, я так подумал, ну, действительно, зачем это мне нужно? Если уже все решено, если действительно там людям все равно, они там не решили отстаивать свои интересы, ну, думаю, знаешь, значит, у людей все хорошо, значит, им хватает, значит, такая жизнь, которая сегодня у нас происходит, значит, их устраивает, у всех все хорошо, значит, ну, я так для себя подумал и думаю, расторможусь, ну, все, я потихонечку начал работать, я вот занимаюсь там, да, хотел, у меня там очень много лет я там один проект много носил, я вот опять туда толкнулся, пошел в ДДТ работать, там детей набрать, хотел с детьми развиваться вообще, в общем, я очень хочу, ну, немножко там на детей не повлиять, а как-то, не знаю, заразить, что ли, заразить своей любовью к родине, не знаю, к желаниям, к изучить, потому что вот если бы кто-то такой был бы, кто бы меня заразил еще лет там в 10, да, ну, я думаю, что, блин, вообще было бы, наверное, круто, ну, это мое мнение, и вот я хоть пытался там, да, с детьми работать. Ну, ты как-то, 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 ты, я этого больше сужаю, там, ты не понял. Ага, и все, и работал, работал, ну, меня уволили, уволили тут нас с ДДТ из-за моих интересов, да, политически, я думаю, ну, и уволили, уволили, черт с ним, так и больше времени свободного будет. Опять свободное время, там, свадьбы, мать бы начал работать, я вообще не замечал, интернет не видел, ничего не смотрел, я в этом интернете не сижу. 26-го было назначение, я даже не знал, что назначение, там, да, Дмитрия Трапезникова было. 29-го был митинг, я даже не знал, что был митинг 29-го числа, понимаешь? Плохо-плохо, если вы знаете. Да, я вообще за ситуацией политической все, полу перестал следить, я же говорю, с того времени, вот, когда мне попросили, там, под конец августа, все, я ничего не делал, все. И после 29-го случайно, совершенно случайно в ленте у меня выходит сообщение о том, что будет 1-го октября митинг, и как раз у меня свободное время было, я думал, мог пойти его поснимать, митинг в форме молебна. Возмущение за вот Дмитрия Трапезникова, которого назначили. То есть, опять же, да, меня возмутило то, что лишили свободы, не дают подумать, мы что-то такие тупорылые, мы овцы, нам вот так вот, да, можно поставить человека, который будет нас там погонять, еще там со стороны. Ну, естественно, я там подумал, ну ладно, там, Дмитрий Трапезников, кто такой? Начал интересоваться, потому что интернет едешь, начал интересоваться, а он, оказывается, ДНР, он, оказывается, с такого неспокойного региона. А зачем мне такой человек нужен здесь дома, еще и главой, еще и столице моей, понимаешь? Я начал, ну, меня это начало возмущать, я начал опять одно, опять интернет, чуть больше искать, все, у нас такие-то, ни одного положительного комментария, ни одного положительного новости, я о нем не услышал. Плюс, опять же, эмоциональный фон человека, посмотрел, он мне сразу не понравился, даже бывает, так и же, он мне сразу не понравился, я думаю, ну, ну, это очень плохой человек. Но он не обязанительно, знаете. Ну, естественно, там кто-то говорит, он же конфетка, что-то, ну, 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 опять же, это я же говорю, я спустил, не воспринял его, я думаю, ладно, пойду первого числа, во-первых, я как оператор, опять же, сниму все это дело, послушаю, что люди говорят, да, и вообще там что-то кого-то там зачем-то, да, нужно вот, ну, нужно решать, потому что... Ну, ты возмутился. Я возмутился, я, я думаю, что за фигня, думаю, что за фигня, и, в общем, пошел снимать, перехожу. А там? А там куча людей, люди разных возрастов, люди разных социальных групп, люди горящие, ну, я не знаю, с такими сердцами, ну, с такими еще, главное, мыслями, и я подумал, возможно, пришло время, потому что я думал, ну, так же всю жизнь, там, склонив голову, жить не получится, и тем более осознавая, знакомаясь с историей нашего народа, понимая, насколько сильны мы духовно, именно иметь духовностью своей, там, да, и прочим, настолько, не знаю, может быть, это неправильно, но я считаю, что калмыки лучше всех, ну, вот, вот так, ну, в плане, в плане духовного развития, в плане вот таких вот вещей, я всегда так думал, для меня идеал калмыка это прям вообще супер, там, круто, и я увидел, я думал, о, время пришло, видимо, это же разные люди, я многих не знал, потому что, ну, 5, это 5 лет назад, никого из них не было там, никого, все всегда, все говорят, там, где-то они, они где-то были, где вы были, да, они где-то были, но их не было, этим возмутились многие люди, я подумал, что пришло время, ну, рассвет, думал, что рассвет, вот как вот, как говоришь, ты сегодня гражданское общество. Ну, вот как-то так. Но это является гражданским, в общем, сегодня, вот как ты вообще, вот вкратце оценишь эти 4 месяца. Короче, эти 4 месяца, сначала я загорелся, с каждым годом, с каждым днем я все больше и больше понимал, что много людей начинают просыпаться, а потом я встретился с таким понятием, как страх. Страх чего-то. Люди боятся чего-то. Люди. А вот я просто, вот для меня, я так и не осознал, а чего бояться? Если, например, в 2004 году убивали, да, на митингах, то сегодня никто ничего такого не делает. Неужели материальные штрафы в 5000 рублей вас напугали? Неужели у вас там, не знаю, увольнение с вашей работы вас напугало? Так, здесь практически никто и не работает. У нас в городе 100 тысяч населения зарегистрировано, а мне кажется, половина только живет. Другая половина находится на заработках. Вот как-то так. Что ты скажешь таким людям? Каким? Ну, тубы. Тубы, я не знаю, я просто, я просто, я не знаю, я даже ничего не могу сказать. Для меня я непонятно, я даже не знаю, а что я могу сказать, если я не понимаю, почему это происходит? Какая может быть причина? И выходя там, да, на митинги, отстаивая свои интересы, опять же, я высказался первого. И первого я не говорил против Трапезникова, да, я не говорил против Бату. Я просто сказал, ребята, знайте свои права, грубо говоря, да, знайте свои, что мы, вот все в рамках закона, говорю, и ничего с вами не будет, говорю. Ну, в конце, правда, добавил слово, наверное, и в итоге все равно всех наказали. Ничего мы не сделали такого там, да, не устраивали погромы, не кричали «Долой правительство!». Если мы будем действовать в рамках закона и продолжать так же действовать, и те митинги, которые проходили после, они мне как раз и нравились тем, что организаторы выполняли все правильно, все грамотно. Да, даже где-то, ну, этим самым даже вот там администрация там нам запрещала, там, да, какие-то придумывала какие-то доводы, чинили крышу, да, они всем этим показывали, ну, насколько они смешно выглядят. Ну да. Понимаете, да? И мы, там, не нарушая закон, действуя в правовом поле, в рамках, да, старались, и я, например, по крайней мере, старался, думал, как можно больше людей разбудить. Потому что мне казалось на тот момент, что у людей в республике появился запрос на правду, да, появился запрос на справедливость. А сейчас тебе не кажется так, что он и с ним есть? Нет, нет, я сейчас думаю, что нет. Это все вот, ну, это, опять же, это все на фоне эмоций, на, вот я, например, 10 февраля, когда вот был митинг против вот Штыгашева, потому что я непосредственно, да, вот моя жизнь там связана с интернетом, да, я читаю комментарии, и вот как вот говорят, явление Штыгашизм, сам Штыгашев мне, он глубоко без разницы, там, его высказывание было там, да, и то, что он как человек, он, он неинтересен был, просто, во-первых, это уровень, да, это был высокий чиновник, во-вторых, он говорил о секретных документах, то есть обычный обыватель, простой человек, посмотрев эту запись, он подумал, ммм, а действительно, наверное, есть, вот этот раз такой высокий человек говорит, скорее всего, они все предатели, скорее всего, у них в каждом доме был каждый, там, брат, дядя, там, как они говорили, да, отец, все, там, да, служили в этих карательных корпусах, там, да, не знаю, там, полисаями, там, и прочее, прочее были, там, против Советского Союза, там, что-то делали, хотя он даже не вспомнил, да, 110-я дивизия, там, ну, вообще, там, такие кошмары творились, мы сейчас сегодня готовим серию передач, хотим показать людям, чтобы они ознакомились с нашей историей, мы ознакомились с нашей историей, мы не знаем ее, потому что я думал, 10-го, это явление, штыгашизм, оно, вы откройте интернет, посмотрите под этим видео, под видео, там есть такой канал Бессоли, есть действительно люди, которые верят в это, они говорят, а хера вы там, да, что-то там, развякаете, да, в России, в России, хера вы там что-то вякаете, вы действительно предательны, Сталин вас еще не добил, говорят они, понимаете, и таких людей становится все больше и больше, потому что образование сегодня очень на нуле, молодежь, там, 18-20 лет, прочитав или посмотрев этот ролик, да, они будут думать, что вот они предатели, завтра мой сын поедет в университет учиться, и какой-нибудь козел, извините, да, за слово, будет ему пальцем тыкать, говорит, а твой дед предатель, бля, да, на 9 мая, там, 23 февраля будет, там, что-то говорить ему, там, Дед Победы будут отмечать, они будут, а ты чего его отмечаешь, ты же предатель, бля, хорошо, что ты не умер, бля, или, блин, плохо, что ты не умер, да, а еще это, в другом случае, подвыпившие будут детей, а ты кто такой, калмык, и отхерачат его, понимаешь? Меня больше именно волнует именно вот это вот мнение, вот это вот, не мнение, а как оно называется, это явление как штыгашизм, потому что он как фашизм действительно начинает распространяться и садиться в ума людей, многих людей садиться, и я считал, что мы, как потомки каждого, у нас нет ни одной семьи, ни одной семьи нету, чтобы она не прошла через те ужасы, которых были, опять же, в восемнадцатом году вместе с Икеатом мы проехали, 46 человек опросили, столько историй я слышал, столько боли в людях увидел я, хотя это даже не те взрослые люди, которые везли своих детей, теряли на руках умирающих детей, это были родители, дети, которые в маленьком возрасте выехали, это были дети, которые там родились, и они рассказывали такие вещи, и ты понимаешь, такая боль, и тут тебе говорят, что это вот, ну, это было ради спасения? Ради чего? Я думал, что 10 числа там, я не знаю, место не будет, место упасть, я думал, что мы чего-то испугались. Я знаю, ты расстроился по этому поводу, мы что-то потом, когда ты заканчивал свою прямую жизнь, я, ну, чтобы об этом разговаривать. Ну, вот как-то так, и поэтому я думаю, что, ну, может быть, действительно, мы сегодня, ну, недостойны, все недостойны, или, может быть, сегодня не время, я просто не знаю, ну, вот как вот дальше смотреть своим детям в глаза? Это было, вот как вот здесь поговорка, была, не говорю, есть анекдот, или как он, да, отец привез своего отца в детский дом, в детдом, отдал его, выходит, а ему сын говорит, а ты мне адрес говорит, запиши. Он говорит, ты зачем? А ты когда постареешь, я тебе туда же отдам. Понятно, а вот, а вот я слышал, ты знаю такую точку зрения в отношении вот этого штегершизма, то, что, ну, мы знаем правду? Как, как было? Почему у меня так сильно у него нет вообще? Мы, 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 мы знаем правду, что это не так, что не в каждой семье был предатель. Мы знаем, мы, я говорю, мы знаем, мы, они не могут ответить за себя. Там были люди, вы же помните, старики были, были те, кто прошел Сибирь, они пришли и говорили, сегодня их судят, а те, кто умер, те, кто не доехал сюда, они не могут говорить за себя. А кто за них будет говорить? Ну, я вчера встречался с Владимира, ты сегодня, да, по-моему, встречался с Антоновичем? Вот я знаю, что его, наверное, на него составит протокол, 10-е, через число. Вроде бы, вроде бы, по моей информации, то, что стариков, которые выше, свыше, которые выступали, там, я пост публиковал в своих, на своих рекаунтах, вроде бы, не буду трогать, вроде бы так, но вообще получается так, что все равно, если Антоновича в форме, получается, то, что… Ну да, какая равенство, на самом деле. Что, вот, в твоем мнении, я бы хотел бы услышать по этому поводу. Да я не знаю, я черту знаю, но вот я не знаю, ну, люди, вы вообще сами себе назад задайте вопрос, подойди к зеркалу и скажи, я не знаю, за что, я не знаю, кому ты возслуживаешься. Я бы, вот, на их месте, я бы бросил бы, все, нахрен, сорвал бы погоны и сказал бы, идите в жопу. Но это я могу сегодня так говорить, потому что я там не работаю. Ну ты не вышел, понял? Потому что, да, потому что я там, из их, не знаю, я там, ну, я не в этой системе, я не знаю. Я могу себе сегодня свободно говорить, потому что я свободен. Не знаю. Ну, вот, поэтому я не знаю, не могу я говорить за других людей, а за себя могу сказать. Вот сделал бы так бы. Не знаю. Ну, это возмущает по-любому. Да я вообще думал, что ничего не будет. Я вообще думал, что, ну, они там, для проформы там поговорят эти полицейские, потом в итоге все уйдут и скажут, мы никто не будем все это делать. У нас тут все, я же говорю, нет ни одной семьи, нет ни одной семьи, чтобы никто там не задел, это горе никого. Ни одного человека у нас в Ковмыка нет. Здесь я с тобой согласен. Хорошо. Макс, ну вот, я, я здесь познакомился так как в прошлом летом, даже на этих митингах, да, мы познакомились. Я, ты для себя, и ты, говорит, для себя, я, как, тебя характеризую таким человеком, который вот хочет нести, хочет нам, калмыкам, напомнить, кто мы есть. И когда вот твоя идея такая, вот я, я правильно понял, что ты, ты хочешь, чтобы мы вспомнили, кто мы есть, а когда мы вспомним, кто мы есть, мы начнем жить по-другому, мы начнем думать по-другому, мы начнем действовать. Да, но опять же, ну, опять, ну, сейчас вот и громко, да, например, вот это, как хочу, чтобы все так были, это мое большое желание. А на самом деле я хочу сам, сам хочу научиться. Вот я, не говорю, столкнулся, я начал снимать свадьбы, столкнулся с нашими традициями. Ты сейчас про проект, да, свою жизнь? Ну, нет, ну, вообще, вот, как вот я говорю, столкнулся с традициями и увидел, насколько много таких, знаете, сакральных вещей в наших традициях для, не знаю, для популяризации именно института семьи, да, чтобы крепче он становилось. Какие-то определенные вещи, которые происходят у нас обряды, обычаи, это все делалось, ну, чтобы это было круто. И я понимал, блин, а насколько мудры были наши предки, что вот они сделали именно так, а не вот так. Что вот именно было вот так, а не вот так. Да, то есть, я думал, блин, ну, соответственно, надо понимать, что в любом случае, если идет развитие, мы умнее наших родителей, наши дети умнее нас, ну, соответственно, вкупе мы должны быть умнее тех, кто был раньше до нас. А получается наоборот. А откуда, получается, корни откуда? Знаешь, нужно знакомиться со своими традициями, знакомиться со своим языком, знакомиться, наконец-то, в конце концов, с религией. С религией у нас там вообще полный хлам, так же? Многие там не знают даже, когда, чего, во сколько еще было. Где-то я услышал, что народ единый, когда он сочетает в себе три составляющие. Это единый язык, единая религия и единые традиции. Мы будем едиными тогда. Если мы будем думать все на калмыцком языке, думать на родном языке все будем. У нас не будет, у нас сразу миллион вопросов отпадет. Вообще вопросы, они даже возникать не будут. Я так думаю. Что ты для этого делаешь? Ну, я начинаю учить язык, начинаю учить традиции, начинаю там, ну, все это сам познавать, а из-за того, что я снимаю, я пытаюсь делиться. Делиться людьми и, возможно, может быть, кто-то там, да, заразится со мной вместе. А может быть, нет, не знаю. Но хочется, чтобы вот как-то так было. Хочется показывать только лучшие стороны. Я понимаю, что в нашей истории были и плохие вещи, есть какие-то там, да. Но опять же, тут даже вот далеко не надо ходить, надо понять. Вот смотрите, когда мы достигали рассвета, когда были едины, а когда мы попадали, когда у нас была разобщенность, так же? Когда там один национал начинает себя тянуть, второй национал начинает себя тянуть, там третий улазит, что-то другое хочет сделать. В итоге раз, и нас всех разорвали. Сегодня, я думаю, считаю, что нужно объединиться. Ну, а чтобы быть, как он называется, нужно культивировать национальное самосознание, именно самое сильное, мощное национальное самосознание. А оно может быть только в сфере вот с языка, мне кажется, надо начинать с языка. Да, так как я не знаю язык, я пытаюсь его учить, а так как я снимаю, я пытаюсь еще это снять, все это дело. И людям показать. Может кто-то тоже заход. Много на терялке? Да я вообще думаю, что всю жизнь заниматься и еще и заниматься, и заниматься можно будет. И вот вот так можно сделать, и вот так можно сделать. И больше, например, сегодня детских на детей. Вообще, моя мечта говорить с моими внуками на родном языке. Хотя бы с внуками. Я вот с детьми не говорю, но с внуками я хочу говорить. То есть у меня есть там, грубо говоря, там 15-10 лет, 15-20 лет, пока появятся внуки. Что, по-твоему, мы должны сделать для этого? Воспитывать себе духовность. В себе. Первое. Поднимать орган национальное самосознание. Совершенно верно. Дорогие друзья, с этим я сразу обращаюсь, вот если есть какие-то у вас истории, там про обычаи, традиции, там и что что-нибудь такое, касается национального, он может писать на канал Максу. И Макс будет об этом снимать. Для передачи. Да, передачи, видео, да. Я пытаюсь все это дело, потому что, когда я стал изучать, искать в интернете, нигде нету. Ну, потому что, может быть, тогда не было возможности, а сегодня у нас есть возможности. Я хочу, ну, как-то вот, чтобы это все осталось, и следом, кто захочет искать, найдет. Вот я знаю, что ты сейчас запускаешь проект, да, приложение свое. Расскажи поподробнее людям, пользуясь нашей передачей. Ну, пользуясь нашей передачей, хотелось бы рассказать про проект. Проект, ну, как проект? Потому что многие года хотелось там, ну, когда там я что-то хотел сделать, я думал найти людей, имеющих средства, и попросить их проспонсировать. Ну, допустим, определенные вещи там. Кино, которое завязано. Вот, ну, сегодня, например, интересный фильм, да, «Заметки Маджика», который был, да, полнометражный. Там затронута тема родного языка. Ну, очень интересно. Но, если бы, например, больше было людей с деньгами и понимающие, что эта проблема очень сильна, они бы вложились в этих ребят, и фильм получился бы намного лучше, да. Они бы помогли бы их еще продвинуть, может быть, там задели бы сердца других людей, было бы интереснее, да. Потом, например, вообще вопрос всегда стоял именно финансированный, да. То есть, вот семья, дети и все остальное у меня все время там, я скормил на свадьбу, а в свободное время я пытался там что-то снять. И там какое-то интересное событие идет, там, Айрат Тумерян проходил, я не мог приехать на него, там, фестиваль тюльпанов не мог хорошенько снять, там, показать его с той стороны, с которой хотелось бы показать, да. Ну, не получается, потому что там, да, свадьбы снимаешь, потому что нужно там кушать, там, прочая ерунда. И стал вопрос о, как раз создании, вот, монетизации контента. То есть, создание такой финансовой базы, которая могла бы меня освободить от… Работы, грубо говоря. Меня от работы. От зарабатывания денег. И необходимые суммы, там, да, средства, изыскивать из, вот, других вещей. Вот я думал, как сделать, как монетизировать свой контент. Не дорого, ничего, чтобы, вот, как вот ютубы смотрят, да, ютубы и блогеры, как вот, да. Они же зарабатывают на том, что делают видео. Но, вот, я понимал то, что меня смотреть будут не так много людей, потому что, ну, это не всем интересно. Я понимаю, что не так много будет людей меня смотреть, и метод зарабатывания денег с ютуба, как блогеры, российские и, ну, там, зарубежные, он мне не подходит, потому что у нас всего, там, сто восемьдесят тысяч, но мы там, да, и они, там, вообще, там, не многие будут смотреть. Да, поскольку он ориентируемый под нас. Да, и надо было что-то создать, что-то наподобие ютуба, но чтобы она приносила деньги только мне, не всему ютубу, а вот в небольшую вот копилку. И вот пришел к такому вот, что нужно вот создать такое приложение, которое будет условно платным, по подписке доступным, да, грубо говоря. У меня появится бюджет, на который я смогу, ну, имея бюджет, средства, я смогу создавать кино, я смогу поддерживать вот ребят, которые создают кино, я смогу поддерживать историков, которые, вот сегодня, например, мы записали с Уташем небольшой краткий ролик, в дальнейшем Уташ Борисович, да, записали с ним краткий ролик, вот как раз мы рассказали о героях, о 110-е, у него вот две вот такие книги про 110-е, две вот такие огромные книги, мы даже не знаем об этом. Ну, сегодня мы сейчас будем готовить, то есть, да, хочется поддерживать этих людей, чтобы они делились своей информацией. Вытаскивать их, например, вот самая большая боль для меня была на тот момент, это очень талантливый такой есть Манур Шабур, то есть, он очень талантливый, творческий человек, он крутые песни пишет, он такой юмористический такой, ну, знаете все его, он такой классный, но сегодня, ввиду того, что там, да, у него нет там, да, финансовой поддержки, ему приходится работать где-то там на севере, в Сбербанке там, да, или где-то еще. Ну, в общем, он закапывает свой талант. А у нас, мне так кажется, среди калмыков таких людей очень мало. И вот, хотелось иметь такую площадку, которая могла бы поддерживать таких людей. Сегодня, например, у нас нету, нету, грубо говоря, ставки джангарчей во всех там, ближайших там, соседних и народных там, но у них есть даже, да, есть вот в Тыве, кто исполняет народный эпос у них там, да, они определенное время горловики там поют, у них есть песня, там, 15 лет поют, на пенсию выходят, им пенсию платят, то есть, у них есть заработные платы, они несут этого. У нас такого нет. Сегодня я не знаю, наверное, ну, не знаю, и, скорее всего, нет ни одного человека, кто бы знал джангар наизусть, да, как вот раньше был тот же самый Шаолиндала, Лянула, которые знали там, да, свое большое количество же песен. Я считаю, что и вообще много бед из-за того, что мы не знаем джангар. Джангар для калмыков, это как, ну, не знаю, как Библия, наверное. Там свод закон, свод правил, все написано там, духовность обозначена, пусть немного другим глузом, но духом. И самое главное, она заряжала народ, это был, как он называется, дух. Пример хороший. Да, духовный код, вот так надо быть, вот именно таким надо быть, вот таким. Ну, не знаю, вот, хотелось вот им открыть вот ставку такую, как джангар-чи, чтобы появился наконец-то, чтобы, как раньше, вот, например, я вот знаком, познакомившись с джангарами, я понял, что у них любой праздник начинается с джангара. У них все это еще до сих пор сохранилось, а у нас уже все, у нас там, вот дудунь поют. Свадьба начинается, кусочек с джангар поют. Какая-то, вот Цаханцар начинается, вот Цаханцар меня пригласили, вот когда познакомился, два года назад меня пригласили здесь синьцзянцы, студенты, студенты Синьцзяне и Монголии, пригласили отметить зул. И вот на зул, у них зул праздник начинается, вышли там, ну, пять-пять или шесть там ребят, сели, и они исполнили джангар. И это, я так понял, простые ребята, то есть это вот студенты, они где-то там место, чтобы живут, они знают джангар. Шесть человек из студентов знают джангар. Когда я с ними разговаривал, там, переписывался, а они писали на Тодубича. То есть я увидел, насколько они самодостаточны. Это в полтора миллиардном Китае, это мы тут в сорокамиллионной России, да, грубо говоря, уже практически ассимилировались. А они в полтора миллиардном Китае, ну, вот как-то так. И вот я так понял, что башлёвых людей, наверное, я не смогу переубедить. Надо становиться башлёвым, не башлёвым, а надо иметь такую площадку, надо иметь базу, надо иметь фундамент финансовый, потому что сегодня мир всё-таки материальный. Надо иметь базу финансовую для того, чтобы поднимать духовность. То есть одно без другого никак. Ну да, я с тобой согласен здесь. Полностью согласен. Ну вот и вот выходит приложение, которое будет, кстати, на днях в качестве рекламы, да, вот уже всё, вот там пять секунд, мы уже тестовые, я уже загружаю в некоторые видео, то есть мы полностью всё, что мы сегодня создаём, мы будем транслировать это в нашем приложении, да, туда мы сейчас вот подготовим работу и ведём, сейчас будем вести с дженгроведом. Она нам расскажет вот всех, которые, 28 песен наши есть, которые здесь в Кавмыцке, она расскажет, расскажет их содержательную часть. То есть раскроет полностью, да, раскроет, что, да, что имел в виду народ там, в этой песне, что имел в виду народ там, в этой песне. Вот как-то так будет. То есть научные точки зрения уже. Да, да. Отлично. Большой такой цикл передач. Потом с Геннадием Корнеем у нас готовим большой цикл передач о калмыцких именах, о там именах, которые пришли, там, да, вот, например, если русские, там, взяли, всё там, греческие, да, имена, там, а то мы взяли в основном все тибетские, там, санскриты есть некоторые имена. То есть тут вот тоже, там, почти 90 или 100 с лишнего имён уже разобрали. У нас, если вы можете, вы на канале видели, у нас есть 18 имён. То есть полностью весь цикл будет на нашем приложении. Также, ну, как-то так, концерты. Сегодня мы записываем театральные постановки, которые уже много раз уже прошли. Премьеры мы не будем показывать, но вот, которые, там, старые, там, я буду, там, очень много людей, кто не видел. Сегодня вот в этом драмтеатре классный был спектакль. Мне понравилась песня о джанграх, о сыновьях джангера, о богатырях джангера. То есть там полностью они просто поют джангер, как вот есть, да, джангер, кусочек. Прямо вот один в один поют, но то, что они показывают, они показывают именно ту боль, которая сегодня у нас существует. И, ну, очень прикольно. Так вот это стоит надо смотреть. То есть это всё будет приложение? Да, это всё будет, да. Это вот своего рода такое, знаете, частное телевидение, которое будет направлено именно на культуру, на развитие вот языка, на развитие вот традиций. Подписка, да? Это будет подписка, да, потому что хотел оставить чуть-чуть меньше, но так как на Apple там самый нижний порог был что-то 6 долларов, он будет там 240 рублей стоит. Да, 240 рублей почти, там, чуть больше 100 рублей забирает Apple, а остальное будет на развитие нашего канала. Вот это как раз это. Ты только на iOS или на платформе? Пока на iOS, мы запускаем первый на iOS, потому что, ну, денег стоит, у меня столько денег нет, и мы потихонечку-потихонечку копили. Сначала на iOS выпускаем, вот сейчас первый. И через месяц, да, через месяц мы подготовим для Android тоже, потому что, ну, как-то так. То есть всё будет. Ну и так, дорогие друзья, Макс, ещё раз подытожие, я, Макс, выпускаю свое приложение, да, на Android. Так же это будет, да. За онлайн, на котором будут очень интересные передачи, там очень интересные видео, познавательные показатели о наших традициях, о наших обычаях. Считаю, что нужно подписаться. Призываю вас подписаться. И с этой подпиской будут спонсироваться. Ну, вы будете спонсорами для новых проектов, для новых видео, да? За заработную плату операторам, за заработную плату журналистам, учёным, джангароведам. Я хочу открыть ставку джангар, джангарчи, чтобы была ставка. Нет, чтобы в рамбе была ставка. Человек, который хочет... Это же частный вопрос. То есть, если человек хочет посвятить свою жизнь джангару, почему бы не платить ему за это заработную плату? Чтобы он приходил там с восьми... Ну, это, конечно, грубо будет, но почему нет? Макс, а вот такой вопрос. Сколько приносит YouTube канал твой? Вообще здесь там? Да, с YouTube-канала вот сегодня... Совершенно недавно появилась функция спонсорства. Со спонсорства там 23 человека у меня. Приносится это где-то 2200 рублей в месяц. То есть, у тебя из 18000 подписчиков всего 20 спонсоров? Да, 23. 23 спонсора. Да, 23 спонсора. Ну, потому что эта функция, она экспериментальная. То есть, YouTube её только недавно вводит, а она была доступна только игровым каналам. Это люди, которые следили за игровыми. То есть, это не те, которые просто YouTube смотрят. Сегодня люди ещё не знакомы с этой кнопкой, поэтому, может быть, так мало людей. Ну, вообще, я же создаю приложение, поэтому меня это особо таксильно не теряет. А, интересно, да. А с просмотров? С просмотров, ну, чтобы понимали, 300 тысяч просмотров в среднем, 320 тысяч просмотров в месяц приносят мне около 16 тысяч рублей. Ну, вот как это так. Ну, 16 тысяч рублей один раз в месяц бывает там вывожу, 16 тысяч рублей. И всё там, там что-то покупаю, бывает за квартиру плачу. Ну, понятно. Бывает, люди ещё спонсируют, донатят. А, донатят. Да, просто так, да. Кто-то, там, мне, например, в определённое время, там, с Америки ребята присылали, там, вот мы вас там смотрим, кусочек камыки показываешь, там, кто-то там 50 долларов пришлёт, там. Как-то даже привезли и сказали, это тебе от дальнобойщиков. Дальнобойщиков с Бруклиной. Да, дальнобойщиков с Бруклиной, короче. Я подписан там буквально, если. Ну, всё равно я считаю, что если ты занимаешься вот таким делом, именно по развитию. Поэтому, да, я так особо не этот, ну, на смысле. Нам надо подключаться, дорогие друзья. Я являюсь спонсором, кстати, скажу, нам надо подключаться. И если, тем более, Макс имеет такую благородную цель, я считаю, что нужно помогать здесь. Тем более, там сколько, 200 рублей, да? Да, 200 рублей в месяц. В месяц, в месяц. Думаю, это несложно. Макс, почему ты назвал вот эту передачу «Разговор о политике»? Да, не знаю, что в голове, она вам уже о политике говорим. Просто, хочу я пояснить, ну, мы даже не думали, как её назвать, даже не думали такую передачу проводить. Так получилось, что мы взяли у Савры, да, и посидели за Саврой. Хотели знакомиться с активными гражданами. Хотели показать, что не только вот эти активисты там, да, вот не только Санал есть, не только там Лот есть, да, не только там тот-то есть. А есть ещё вот, есть люди, которые, ну, немножко сам со спины стоят, да, но они также имеют свою гражданскую позицию, они правильно там мыслят, они хотят образовываться в юридическом, да, плане там, я не знаю, знать свои права в конце концов. У нас получилась такая передача о гражданском обществе, ну, мы всех приглашаем к нам, ещё мы есть в соцсетях, звоните, пишите, наверное, на канал, мы можем с любым человеком так сесть, поговорить. Ну, на этом, наверное, мы завершаем наш разговор. Спасибо, Макс, что пришёл.